Не прошло и недели с момента выхода моего ролика про новую версию Майнкрафта 1.19, а разработчики уже выложили трейлер грядущего обновления. Ну, точнее не обновления, а Майнкрафт Лайва, на котором покажут это обновление. Но судя по предыдущим годам, в таких трейлерах мы уже могли увидеть то, что нас ждёт в следующей версии Майнкрафта. Всем привет! Я специально ещё не смотрел этот трейлер, потому что я хочу сделать на него первую реакцию прямо сейчас. Мы с тобой вместе глянем этот трейлер, а следом я сразу сделаю на него разбор, и в конце концов мы вынесем таки вердикт, каким же будет обновление Майнкрафта 1.19. Блин, у меня уже мурашки по коже. Так, ладно, всё, поехали. Майнкрафт Лайв. Раздвигается... возможности. Вначале был цвет. Потом был звук. Да ну. Потом 3D, какая-то широкоугольная хрень. А теперь будет что-то вообще капец какое жёсткое. Так, надо чуть потише сделать. Какой это будет, что-то какая-то жопа будет. Квадраморфик Эндервижн. Непон. А, Эндервижн, значит. Зобаки какие-то идут. Так, ну короче, нас-то поразит, просто жесть. Капец, зомбаксил камеру. В 4 раза больше цвета. В 4 раза больше развлечений. И в 4 раза больше непредсказуемости. 16 октября уже это будет, капец. Так, послушайте-ка, на чем мы работали. Так. Новая какая-то аудиосистема. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая-то там разбойническая радиосистема. Не радиосистема, короче, вот и понял. Так. И не пропусти... Чё, не пропусти? Мы будем голосовать за нового моба опять? Не за биом? Офигеть. Подожди, я чё-то... Я не понял, что он сказал. Надо переслушать. Ну это какой-то прикол. Ну всё, Майнкрафт Лайв. 16 октября. 12 по... Какому-то там времени. Так. Секундочку, мне нужно всё это переварить. Это просто трындец. Я не думал, что они так рано выкатят трейлера этого Майнкрафт Лайва. Если ты вдруг недооцениваешь то, что сейчас происходит, я тебе просто покажу несколько скриншотов с предыдущих трейлеров Майнкрафт Лайв. И как ты можешь заметить, в прошлом году вот на этом же трейлере, то есть на трейлере Майнкрафт Лайв, мы уже могли видеть светящегося спрута, ледяного мага и многое-многое другое, что как раз-таки нас ждало в следующем обновлении. Так что если внимательно посмотреть этот трейлер, я уверен, мы сможем понять, какое следующее обновление нас ждёт. Но давай обо всём по порядку. Давай будем прям разбирать каждый кадр, чтобы ничего не упустить. Вначале нам показывают чёрно-белый экран, в котором Алекс бежит на лошади. И нам говорят, что вначале появился цвет. Возможно, это какой-то намёк. Но давай пока просто это зафиксируем. Вот это Алекс бежит-бежит, и вот появляется цвет. Потом нам говорят, что появились вот какие-то широкоугольные 3D, там всякая такая фигня. У меня, конечно, есть одно предположение, но я его расскажу позже. Пока что мы просто разбираем детали. Кстати говоря, смотри, тут какая-то курица, блин, с четырьмя лапами, или что это? Блин, у него реально было четыре лапы. Ты видел это? Шо это за мутант? У него четыре лапы. Как это так? Так, ладно, это, видимо, кинолят. И потом нам говорят, а потом появилось вот Эндер, Эндервижн какой-то. И смотри, тут, блин, тут изображение, оно прям складывается в око Эндера. Да ну, ну нет, ну нет. Неужели всё-таки обновление Эндермира? Не, ну в принципе, это может быть просто прикол. В предыдущих трейлерах нам тоже показывали Эндерменов, но в итоге никакого Эндеробновления не было. Ладно, давай посмотрим дальше. Что у нас там дальше? Ну вот у нас появилось... Блин, да тут прям написано, тут прям в лоб нам говорят, смотри, Эндервижн. Квадраморфик Эндервижн. Это, конечно, всего лишь прикол, что вначале там был цвет, потом появились там 3D широкоугольные форматы, а потом появился квадраморфик Эндервижн. Но это может быть отсылкой. Так, и потом мы выясняем, что на это всё смотрит толпа зомби. Блин, слушай, я уверен, что вот смотри, тут целая толпа зомби. Я уверен, что среди этой толпы, возможно, есть какая-то отсылка. Но пока я её не вижу. Пока что я вижу просто кучу зомбаков. Некоторые зомбаки у нас в шляпе. И есть ещё кадавры. Но, в принципе, больше я ничего тут не вижу. Ага, и курица прыгает. Ну, видимо, курица это тоже просто прикол. Вряд ли будет обновление. Хотя... Ладно, у меня есть одна мысль, но я скажу её потом. Просто фиксируем. Тут есть курица. Окей, курица это хорошо. Тут у нас надпись появляется. Пожалуйста, снизьте ваши ожидания до уровня... Типа зомбаков, да? Нам не нужно ждать чего-то грандиозного. Вы на это намекаете, Майнкрафт? Ладно, окей, давай посмотрим дальше. Так, тут у нас что-то всё мелькнуло. И дальше нам говорят, что в 4 раза больше цвета. У нас уже было обновление цвета в Майнкрафте. 1.12, по-моему, да? Это же было обновление цвета. Color Update. Не думаю, что это какая-то вот отсылка. Это просто, мне кажется, прикол. Вот у нас, типа, появляются в 4 раза больше развлечений. Это, видимо... Это, видимо, говорят не про новые обновления. Это говорят именно про Майнкрафт Лайв. Что там будет больше... Ну, всё круче и там... Всё веселее и так далее. И потом говорят, что будет ещё больше неожиданности. Даже не неожиданности, а непредсказуемости. И в этот момент сзади стоит Эндермен. Да ну! Ну, неужели так всё очевидно? Да ну, ну не верю. Блин, я хочу просто верить, что это какая-то шутка. Ну, ты уже, наверное, понял, к чему я веду. Но я потом скажу. Я потом скажу. Так, хорошо, давай, идём дальше. Фиксируем тут нас Эндермен. И говорят, что больше непредсказуемости. 16 октября мы узнаем, какое обновление будет. Напоминаю, что я буду стримить обязательно этот Майнкрафт Лайв. Так что приходим. И потом нам говорят, что мы работали над каким-то там вот новым звуком. И это типа вот звук рейда у разбойников. Но это тоже, скорее всего, прикол какой-то. Ну, блин, ты посмотри. Вот здесь опять что-то появляется. И я прям чётко вижу здесь какой-то глаз. Так, бежит курица и говорит нам о том. Короче, тут говорится о том, что типа не пропустите возможность проголосовать за нового моба, который будет ломать блоки. И вот нам показывают типа моб, да, один, второй или третий. Ну и ты опять посмотри, справа Эндермен и слева Эндермен бежит. Я не знаю. Короче, мы будем голосовать за нового моба. Уже скоро покажут этих мобов. То есть у нас опять будет три моба на выбор. И эти мобы будут разрушать блоки. Про это мы тоже отдельно поговорим. Подумаем, какие мобы в принципе могут разрушать блоки в Майнкрафте. И каких мобов могут добавить. Ну и потом нам просто говорят, что типа если вам этого недостаточно ещё, то... Капец, опять Эндермен бежит за курицей. То это всё будет ещё в прямом эфире. С помощью наших каких-то там новых маячных каких-то штук. И всё, увидимся на Майнкрафт Лайв, значит. Ну, вроде как, вроде как. Я ничего не упустил. Если я что-то упустил, напиши в комментариях обязательно. Потому что... Кстати говоря, я тут ещё не заметил Эндерменов. Первое и самое очевидное, что, конечно же, бросается в голову и бросается в глаза. Это обновление Эндермира. Тут очень много отсылок на это. Во-первых, начнём с этого глаза. Чисто око Эндера. Ну вот прям... Ну и тут даже подписано Эндервижн. Тут даже ничего не нужно понимать. В толпе зомби я так никаких Эндерменов и не заметил. Но вот дальше Эндермены есть практически в каждом кадре. То есть смотри, здесь Эндермен. Эндермен стоит вот в этой вот радиорубке. Я не знаю, как эта штука называется. И даже в кадре, где мы типа голосуем за мобов, здесь тоже бегают Эндермены. Короче, очень много отсылок на Эндермир. И самое очевидное, это, конечно же, то, что в Майнкрафте будет обновление Эндермира. Я очень расстроюсь, если будет обновление Эндермира. Потому что это самое банальное. Это самое банальное, что можно обновить. Но это даже не самое главное. Пещеры были тоже очень банальными. Прикол весь в том, что бы ты ни говорил, в Майнкрафте очень плохо оптимизирован и сбалансирован ранний этап игры. Очень много неиспользующихся биомов. Очень много неиспользующихся еды. Очень много бесполезных мобов. И так далее и тому подобное. Очень зелья те же там вообще неиспользуемые в Майнкрафте. Эндермир сейчас обновлять рано. И тем более об этом говорил сам разработчик Майнкрафта, Кингбдокс, да. Я про это делал в свой предыдущий ролик. Посмотри по подсказке. Вот здесь подсказка появится. Глянь обязательно. Потому что разработчик Майнкрафта реально говорил, Что для Эндермира еще рановато его обновлять. И я с ним абсолютно согласен. Но здесь нам всеми силами намекают на Эндермир. Если это реально будет Эндермир, То это самое банальное, что можно вообще вот предположить. Вторая штука, которая у меня бросилась в глаза, Это обновление. Как ни странно, я про это даже не думал. Обновление звука, анимации, цвета и так далее. Здесь очень много в трейлере говорят про улучшение вот внешней составляющей. Вот смотри, вначале нам говорят, типа появился цвет, да. Это у нас в 1.12 у нас Color Update случился. Потом там какие-то 3D штуки появились. Я не знаю, где там появились какие-то 3D штуки. Может быть речь идет о RTX, который появился в BadRock. Но не знаю, может быть это просто прикол. Но все это сводится к тому, что потом нам показывают, Что вот посмотри, над чем мы очень долго работали. И показывают нам вот этот кадр, Где стоит вот такая вот аудиосистема. И играет такой вот звук разбойников. Сейчас послушаем. Бум, да, и курица улетела. И в принципе можно предположить, что может быть обновление звука. Об этом очень много раз говорили, Потому что звуки в Майнкрафте реально требуют обновления. Чтобы когда ты в шахту заходил, у тебя были звуки эха. Чтобы были звуки ветра, шум листьев и так далее. Даже если вспомнить обновление Майнкрафта 1.16, адское обновление, В аду вообще абсолютно другие звуки по сравнению с обычным миром. Ну то есть в аду прям реально чувствуется, что ты находишься в каком-то адском месте. У тебя все время что-то гудит в ушах, какие-то новые песни там и так далее. Это очень круто. Но в обычном мире такого нету. И возможно следующее обновление может быть обновлением звука. Но это тоже такая вот, такой слабый очень вариант. Мне кажется, что если звукой обновят, То это будет не отдельное обновление, А это будет вот, ну допустим, будет обновление Эндер Мира. И плюс ко всему еще обновление звука. То есть вот что-то такое комбинация какая-то должна быть. Потому что сами разработчики, когда вот на этот Creator Summit меня звали, Говорили, что они хотят добавлять каких-то новых мобов, Чтобы обновления были хайповыми. Ну звук и звук как бы, это прикольно. Мы-то оценим. Мы фанаты Майнкрафта. А обычные обыватели, они как бы этого не оценят совершенно. Так что это не хайпово. Это не хайпово, я в это не верю. Давай пока мы там не зашли в какие-то супер дебри, Поговорим еще про мобов. Нам сказали, что мы будем голосовать за трех мобов. То есть мы одного из трех выберем мобов, которые разрушают блоки в Майнкрафте. Это трындец вообще. Давай просто вспомним, какие у нас мобы разрушают блоки в Майнкрафте. Крипер, самое очевидное. Эндер Мен. Он берет блоки и таскает их, да, разбирает там вашу хату и так далее. Выносит ваши деньги. Чисто такой вор, короче. Вор-воришка. И третий моб, который мне приходит на ум, это чешуйница. Она заползает в камень, да, и камень она в итоге может разрушить. Газ там можно привести примерно то, что там взрывает блоки, но это не совсем то. И скорее всего, мобов мы будем добавлять именно в обычный мир. То есть всегда, когда были голосования, мы добавляли мобов не в ад, не в эндер мир, а именно в обычный мир. Не знаю, тут нужно подумать. И я ни одной отсылки, вот к сожалению, на новых мобов здесь не увидел. Опять же, поправьте меня в комментариях, если я чего-то пропустил, потому что я мог что-то пропустить. Короче, про мобов мы узнаем уже совсем скоро. Обычно их показывают там недели за две до Майнкрафта Лайва. Так что уже в конце сентября, может быть в начале октября мы узнаем какие-то мобы. И мы будем за них голосовать. Главное в этот раз не облапошиться и проголосовать реально за то, что нужно Майнкрафту. В принципе, я думаю, что здесь все очевидно. Я думаю, что все-таки будет обновление эндер мира. Хоть я и в прошлом видео говорил, что это будет обновление биомов. Но что-то ни один кадр нам не указывает на обновление биомов. Ну вот прям ни один. Ничего нам не показали, ни одного нового биома. Никаких новых мобов нам тоже не показали. И единственное, что есть у меня в голове, как бы да, это обновление эндер мира. Возможно, я чего-то не заметил. И если я чего-то не заметил, я отдельно сделаю еще ролик, в котором расскажу какую-нибудь свою теорию. Но пока что у меня предположение только по поводу эндер мира, к сожалению. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И еще напиши в комментариях, как ты думаешь, каких мобов нам представят на голосовании. Это должны быть мобы, которые могут ломать блоки. Может быть это какие-то бобры? Ну бобры же они типа ломают дерево, строят плотины. Я не знаю, блин. Это очень сложно. Ну и вообще напиши, ждешь ли ты Майнкрафт Лайвы. Или я тут один с ума схожу. И не понимаю, какое будет новое обновление Майнкрафта. Это меня сводит с ума. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить такие интересные ролики. И поставь лайк. Да, поставь лайк. Если будет много лайков, я буду почаще такое снимать. Потому что мне вообще страшно было такой ролик записывать на канал. Я впервые делаю реакцию на какие-то там трейлеры на своем канале. Так что поставь лайк, поддержи меня, чтобы я в следующий раз не волновался и сделал все по фэншую. Ну а мы с тобой увидимся уже завтра в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok